Продолжение следует... Мы запустили суточные торги природным газом. Мы в стадии подписания новой дорожной карты по усовершенствованию биржевых торгов. Наша задача является увеличение объемов торгов, увеличение количества участников торгов, формирование индексов. И по пути решения вот этих всех вопросов, конечно же, нам интересен опыт, международный опыт, который существует в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки. И цель сегодняшнего мероприятия – это именно послушать на практике международный опыт, в чем действие развилки, принятие решения, куда нам стоит идти, где можно сделать ошибок. И вот этот семинар, он именно был инициирован участниками нашего биржевого комитета, которые, в общем-то, неоднократно задавали вопрос, как происходит не у нас. Вот сегодня мы им наглядно показываем, в ходе семинара мы совершенно понимаем, что наша система основана на передовом международном опыте. Мы не придумываем ничего, не изобретаем велосипед, мы просто идем по пути либерализации рынка газа. По итогам данного мероприятия, конечно же, мы должны попытаться ответить на ряд ключевых вопросов. Вопросы решения балансировки газа, вопросы перехода, в общем-то, к реализации на виртуальных пунктах, балансовых пунктах. В связи с этим вопросы решения тарифной политики. То есть все это ляжет вот именно в новую дорожную карту по развитию биржевой торговли газом. Прежде всего, позвольте поблагодарить ФАС России за предложение выступить на этом семинаре. Я считаю, что вы организовали важные мероприятия, особенно учитывая прогресс, который произошел в России на рынке биржевой торговли газом. Надеюсь, мое выступление позволит внести ясность, как может развиваться рынок газа, как объединить усилия государственной власти и регулятора таким образом, чтобы у производителей, потребителей и промышленных предприятий был свободный доступ к рынку. В результате это увеличит число участников рынка и добавит ему ликвидности, расширит рынок и даст представление о справедливой рыночной цене товара, в нашем случае газа. Я горжусь тем, что участвую в этом мероприятии. Также я думаю, что это великий день, потому что за прошедшие 24 часа я увидел, как много всего изменилось в России за последние 20 лет. Я думаю, что у вас впереди великое будущее. Великое будущее. Продолжение следует...